Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Доступная среда. Первый в Анапе пляж, полностью оборудованный для людей с ограниченными возможностями здоровья, открылся сегодня. Молодость – время устремлений к самым невероятным вершинам. Это пора желаний и поиска смысла жизни. Чаще всего самые яркие и значимые шаги в своей жизни молодые делают в пору своей юности. Тех, кто активно меняет мир вокруг себя и радует не только семью, но и родной город своими успехами и активной гражданской позицией, по традиции в честь Дня молодежи наградили благодарностями главы города. Глава города-курорта Сергей Сергеев с удовольствием познакомился с выставкой достижений, представленных молодежными организациями вузов города. Победители Всероссийского фестиваля WorldSkills в области ландшафтного дизайна, студенты Анапского сельскохозяйственного техникума не без гордости рассказали о той технике, что помогает им работать над созданием композиций, призванных украсить улицы Анапы. Студенты РГСУ собрали все свои достижения, представив их многочисленными наградами. Результаты поисковой деятельности молодежного клуба «Ратмир» впечатляют. А ведь эта выставка – лишь маленький средств той масштабной деятельности молодежи Анапы, что не раз была отмечена на краевом уровне. В Анапе живет более 35 тысяч молодых людей. Это молодежь. Только 8 тысяч из них обучаются, а остальные работают и приносят пользу тому городу, в котором живут и трудятся. Я хочу поблагодарить в вашем лице всю молодежь Анапы за то, что вы не остаетесь равнодушными ни к одному общегородскому мероприятию. Вы участвуете и защищаете честь Анапы как на спортивных аренах, так и в культурной, творческой жизни, в образовании и еще во многих моментах. Анапа сегодня, наверное, один из лидеров Краснодарского края по политической ситуации и по работе именно молодежи в становлении всех тех добрых традиций, которые заложены нашими предками. Праздник отмечается недавно, всего с 93-го года. Но у нас стала доброй традицией отмечать лучших из лучших поздравлениями и отмечать благодарностями главы муниципального образования. И это с удовольствием сегодня сделаю. Но перед тем, как приступить к церемонии на рождение, я хочу вам пожелать успехов в жизни, стать людьми с большой буквы, и чтобы жизнь вам приносила удовлетворение. Чтобы окружающие вас люди получали от вас только заряд позитивной энергии. Будьте людьми, будьте здоровы, живите счастливы. С праздником вас! Благодарности главы города получили 24 человека. Присутствие своих друзей и коллег, что особенно важно. Признание для молодежи сегодня особенно значимо. Оно хороший стимул в том, чтобы мечтать и строить планы. А мечтает ли молодежь? Конечно, молодость – это время, когда ты мечтаешь, когда ты думаешь о будущем, и ты думаешь, что все тебе по плечу. Все самые безумные идеи, самые безумные мечты, конечно, они воплотятся. И это здорово, когда мечтать, если не в молодости. Мечтают они о том, что будет сильная наша страна. Мечтают они о том, что будет сильный наш край, наша любимая гостеприимная Анапа. Мечтают они о том, что они добьются хорошего себе карьерного роста. О том, что они будут полезны городу, России, краю. Они мечтают о том, что у них будут хорошие семьи. Они мечтают о том, что все у них в жизни будет хорошо. И я думаю, они имеют на это право, потому что они молодые, потому что они творческие, замечательные, креативные, потому что все у них получится. А что на этот счет думают сами молодые? Семья у меня уже есть, ребенок уже есть, часть моих мечет уже сбылась, у меня есть свой дом. Хочется, наверное, больше путешествовать и узнавать, как живут люди в других странах. Чтобы все лучшее можно было принести в себе домой, на свою родину, поделиться со своими близкими. Увидеть мир в ярких красках, поучаствовать в конкурсах, сплести браслеты или поиграть в игры смогли те, кто пришел в сквер имени Гудовича и скейт-парк в минувшее воскресенье, чтобы отпраздновать День молодежи России. Участниками фестиваля красок стали сотни юных анапчан и гостей города-курорта. Все действие проходило под музыку. Разноцветные краски в буквальном смысле витали в воздухе, а в сквере имени Гудовича все желающие могли попробовать себя на тематических интерактивных площадках. Для жителей и гостей города провели мастер-классы по плетению ярких браслетов и изготовлению вееров. Здесь можно было поиграть в настольные игры, полазать в веревочном парке, порисовать и поучаствовать в играх. Гостей ожидала концертная программа. В торжественной части самых активных молодых анапчан наградили благодарность иммигратского управления по делам молодежи. Ярмарка на рынке Восточном в субботу и пела, и плясала. Утренний концерт в центре торговых рядов собрало огромное количество покупателей, желающих принять участие в розыгрыше необычных призов. Под задорную кубанскую казачью песню делать выбор на ярмарке-привозе в субботний день куда приятнее. Поэтому торговля продукции экологически чистой, выращенной трудолюбивыми фермерами, была бойкой. Подходим к ярмаркам, праздничная распродажа меда. К тому же Управление сельского хозяйства, администрация города Курорт Анапа организовала бесплатную праздничную лотерею. Подпевая артистам, покупатели охотно разбирали номерки лотерейки. И пока шли последние приготовления, самые активные с удовольствием пустились в пляс, собирая вокруг желающих испытать судьбу. Разыгрывались овощные и фруктовые лоты. Ценность их в том и заключалась, что производители, вот они рядом, в этих же рядах. Поэтому обычные картошка, лук, набор овощной для большого борща, клубника, конфеты воспринимались как настоящий подарок выходного дня. Ярмарка на Восточном давно изменила свой облик. Здесь созданы все условия и для производителя, и покупателя удобно и комфортно. А такие розыгрыши призов уже хорошая традиция. Виктор Федоренко из Славянска-на-Кубани доволен своим очень продуктивным рабочим днем. Здесь нам выделили места, все условия создали. Людей много, покупателей. Люди приходят, концерт послушают и покупку сделают. Нам приятны людям. Разобрали мне где-то 300-700 килограмм перца было. Разобрали. Так что прекрасно. Волнительным, красочным, полным эмоций получился добрый праздник с романтичным названием «Алые паруса». Выпускники анапских школ и гимназии попрощались с учителями и привычными уютными классами, чтобы получить путевку во взрослую жизнь. По традиции все герои этого летнего вечера собрались на площади перед фонтанным комплексом, откуда под аккомпанемент оркестра барабанщицы отправились на театральную площадь, где и состоялось основное действие. С поздравлениями и напутствиями к ребятам обратился глава города-курорта Сергей Сергеев. Мы искренне верим в то, что вы, уважаемые молодые люди, действительно, пройдя первый шаг, серьезный успех, получили аттестаты и будете сделать следующие шаги. К успеху в вашей жизни, в работе, на благо нашей маленькой Анапы, Краснодарского края и всей огромной великой России. Я уверен, что вы будете достойными людьми и Анапа будет гордиться вами. С праздником вас, уважаемые анапчане, уважаемые выпускники, в добрый путь. От имени Федерального собрания России поздравил выпускников также депутат Государственной Думы Иван Демченко. Радостно видеть родителей, бабушек, вас, ребята, выпускники и, конечно же, ваших преданных вам преподавателей и учителей. Вас ждут великие дела. Счастья вам, успехов и стремления только вперед. Под звуки фанфар на сцену приглашали драгоценный фонд Анапы выпускников, удостоенных золотой медали. В этом году их рекордное количество – 119. Порадовали успехи стобальников, их в этом году шестеро. Поздравили на сцене педагогов, благодаря которым ребята достигли таких результатов. А потом грянул концерт в честь героев торжества. Для анапских выпускников началась новая, полная ярких свершений жизни. Пожелаем, чтобы их корабль с салыми парусами всегда сопровождал попутный ветер. Третий год в Анапе работает целевая программа жилища и под программу обеспечения жильем молодых семей. Сегодня в администрации города-курорта четырем анапским семьям были вручены сертификаты на улучшение жилищных условий. За время работы федеральной целевой программы жилища девять молодых семей получили финансовую помощь на приобретение жилья. Участникам программы стать несложно. Молодая семья должна отвечать трем основным требованиям. Нуждаться в жилом помещении. Возраст супругов не должен превышать 35 лет. И на момент подачи заявления семья должна подтвердить, что у них есть возможность взять ипотечный кредит или имеются собственные накопления в размере 65% от расчетной стоимости жилья. Евгений и Анна Бондаренко стали участниками под программы обеспечения жильем молодых семей. Глава семьи не скрывает радости. Теперь при поддержке городской администрации получен денежный сертификат. А значит появилась реальная возможность достроить свой собственный дом. У нас есть коробка уже выгнана. Мы внутреннюю отделку все планируем сделать, рассчитать, чтобы нам хватило и побыстрее войти в дом. Хочется спасибо сказать жилищному отделу, главе города-курорта Анапа, что вот эти все программы, все как бы работает. То есть нету таких обещаний, что не исполняется. Программа в Российской Федерации действует уже более 10 лет. Подобная государственная поддержка – настоящий спасательный круг для молодых семей. Здорово, что молодые семьи, перед которыми жилищный вопрос стоит очень остро, в силу того, что недостаточно собственных накоплений, недостаточно заработная плата, могут с помощью господдержки улучшить свои жилищные условия. И государство, понимая это, понимая проблему молодых семей, в этом активно им помогает. Для участия в программе до 1 августа принимаются заявления на 2017 год. С 1 августа начнется прием заявлений на 2018 год. За подробной информацией и помощью в оформлении документов можно обратиться в жилищный отдел по адресу улица Крымская, 185. Как заверили нас в городской администрации, ограничений по количеству участников в программе нет. Первый в Анапе пляж полностью оборудованный для людей с ограниченными возможностями здоровья, открыли сегодня под эгидой санатория «Кристалл». Реализацию проекта поддержала администрация города-курорта, и этот опыт необходимо распространять на всем побережье. Новую инфраструктуру уже опробовали отдыхающие, приехавшие на форум, который организовал фонд содействия выполнению госпрограммы «Доступная среда». Вся новая инфраструктура сделана в прямом смысле по чертежам тех, кто перемещается на колясках. Общественники изучили место и высказали пожелания. Пандус достаточной ширины, чтобы развернуться. Кабина для переодевания просторная настолько, что артисты на время торжественного открытия обустроили в ней гримерную. Шатер устроен и так, что в него можно заехать. А для желающих позагорать есть специальный лежак и подушка. В море отдыхающие отправляются на особой коляске. Очень здорово, как бы все доступно, все классно, то есть искупался, доволен. Я говорю, хотелось бы, чтобы это, как сказали, первая ласточка, чтобы было больше таких мест, чтобы были все доступные пляжи. Ну и спасибо огромное. Весь процесс проходит под контролем спасателей. Персонал «Кристалла» осваивается в работе с новым оборудованием. Мы вывезли сопровождающие рядом с ними. Мы следующее вывезли, того забираем. И один спасатель там находится. Все обучаемо. Привычно, конечно. В администрации города-курорта говорят об удачном опыте, который можно и нужно распространять по всему Анапскому побережью. Цель – сделать пляжи максимально доступными для маломобильных отдыхающих. Реализация программы «Доступная среда» – один из приоритетов в развитии городской инфраструктуры. Очень важно для нас, чтобы все отдыхающие, которые приезжают сюда, чтобы их отдых был достойным. Чтобы они могли жить здесь полноценной жизнью и полностью реабилитироваться и поправлять свое здоровье. Вы теперь можете пользоваться самым ценным, что у нас есть – это наше Черное море. Этот санаторий принадлежит Фонду социального страхования. Ежегодно здесь отдыхают и проходят реабилитацию порядка 5000 человек со всей России. Это поворот в оздоровительной индустрии Анапы. Человек с ограниченными физическими возможностями, ему нужно ехать туда, где у него наибольшая свобода, наибольшие возможности для отдыха, наиболее удобно ему. Поэтому это, конечно, позволит привлечь сюда значительное количество отдыхающих. Уже с момента открытия специально оборудованного места для купания здесь ожидают наплыва желающих окунуться со всего города. В планах – развивать направление, докупать оборудование. Совершенствовать сервис поможет специальный журнал посещений, где можно будет оставить свои пожелания. Состояние морской воды у берегов Анапы, в местах купания и отдыха людей на постоянном контроле специалистов Роспотребнадзора. 12 точек отбора морской воды определены для проверки специалистами федерального ведомства на территории города-курорта. Это основные пляжи Большого Утреша, Суком, пляжи Малая Бухта, отдых и лечение, Высокий берег, Центральный, Джамите-1, Джамите-2, Джамите-3, Витязева и Благовещенская. За период с 20 мая по 20 июня исследовано 380 проб морской воды на соответствие с санитарно-химическим показателям, 360 по микробиологическим, 344 пробы по паразитологическим, 11 проб по вирусологическим показателям, 22 пробы морской воды на наличие холерного вибриона. Все исследованные пробы соответствуют требованиям СанПИНА. Ушел из жизни Александр Васильевич Байкалов на 79-м году жизни. Вся жизнь Александра Васильевича была связана с общественной работой. Трудовую деятельность начал с учителя истории. После переезда в наш город работал в средней школе номер 3 поселка Джамите. В 1988 году Александр Васильевич возглавлял районный отдел народного образования. Позднее был назначен заместителем начальника общего и профессионального образования в Анапе. При его непосредственном участии создавалась и развивалась сеть дошкольных, школьных и филиалов высших образовательных учреждений. Байкалову было присвоено звание заслуженный учитель России. Жизнь Александра Васильевича – яркий пример беззаветного и преданного служения родине, воспитания молодого поколения. Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким покойного. Светлая память об этом человеке навсегда останется в сердцах анапчан. Проститься с Александром Васильевичем Байкаловым можно будет завтра во вторник в 12 часов по адресу поселок Пятихатки, улица Джамитинская, дом 39. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok